Здравствуйте! Это наш второй видеоотчет о лечении в центре БРДАВИД. Я мама Никиты. Никите 6 лет, у него расстройство аутичного спектра. Значит, наши достижения за эту неделю. Прежде всего хочу сказать, что у ребенка появилось несколько слов новых. Он меня стал называть мамой. Это было три раза за эту неделю. И эти три раза были в контексте моего обращения к нему. То есть первый раз я к нему обратилась, говорю, Никита, что же ты там сделал? Он мне такой, мама. Услышав свое имя, он мне в ответ сказал, мама. Значит, второй раз это было, когда мы ходили в одно медучреждение, ему там категорически не понравилось все. Он пытался меня оттуда вытолкнуть. И вот как последний аргумент, он кричал, мама, мама. Ну, лишь бы только мы ушли оттуда. Значит, еще у него появилось слово, он произнес слово, идем. То есть мы одевались на улицу. И когда были готовы, он мне так, идем, говорит. Вот. И он очень стал активно использовать слово надо и не надо. То есть если он что-то не хочет делать или не хочет, чтобы я делала, он говорит, не надо. А если что-то хочет потребовать, он говорит, не хочу, не дай. А говорит, надо. Или несколько раз. Так надо, надо, надо. Вот компьютер, например, я ему его ограничиваю. И когда ему очень хочется, он подходит, начинает стучать. Надо, 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 надо. Вот. И, кстати, я заметила, что если раньше его надо было приводить как-то в чувство, вот из такого состояния немножко истеричного вводить, то есть это требовалось времени и умения, то сейчас достаточно просто сказать, так, Никита, хватит. Нет. Он очень хорошо стал слово понимать. Нет. Этого не будет. Вот он понимает. Если я ему говорю, Никита, прекрати стучать стулом, поставь стул, он тут же берет, ставит стул, садится на него и успокаивается. Вот. Вот такие вот у нас словесные вещи появились. Значит, что еще? Ребенок научился одеваться самостоятельно, то есть одевать футболочку сам. Причем у нас вот жарко, стоит жара, он ходит дома в трусиках. И тут вдруг что-то ему, видимо, или замерз, или ветерок подул, я не знаю. В общем, он увидел футболку, он ее разложил на диване, правильно разложил. И прямо вот правильно, рисунком вперед, он ее надел. Он очень долго мучился, у него попал в рукав за спину, но он не бросил. В любое другое время он бы его бросил. Просто бросил и подошел бы, взял меня за руки и сказал, одевай меня. Он это делал, пыхтел сам, пока попал туда рукой и надел эту футболку. Он у нас теперь сам еще одевает трусы, ну это мы его учили. Трусики, футболку он сам. И еще, как оказалось, у меня ребенок теперь научился каким-то волшебным образом разуваться сам. Он этого не делал раньше, не обувался и не разувался самостоятельно. Вот теперь разувается, прям вот как носочком за пяточку и с пяточки снимает. Где-то он это подсмотрел или что, я не знаю, но в общем он и так вот делает. Вот, что еще? У нас появились новые пристрастия в еде, то есть разнообразие, вернее, в еде. То есть последний раз, например, мой ребенок ел суп в прошлом году. Мы довольно часто отдыхаем летом в Крыму, потому что вот у ребенка, для ребенка там происходит облегчение, он начинает очень много там чего есть. Вот, как-то у него там, видать, эти зажимы все снимаются. Вот, и мы туда ездим. И вот в прошлом году в Крыму нам несколько раз удавалось его накормить супом. И что же я вижу, ребенок мой вот уже две недели спокойно ест суп. Вторую неделю без никаких проблем, как обычное блюдо, как блюдо из его рациона. Но так же у нас с одним блюдом в рационе стало больше. Так, что же еще? А, ребенок у нас стал самостоятельно рисовать. Что он делает? Он берет кисточку, сам макает ее в воду, сам макает ее в краски и начинает широкими движениями размазывать. Потом снова макает в воду, снова макает в другую краску самостоятельно. То есть никто его рукой больше не управляет. Он садится, листает, находит листочек и вперед. Это на самом деле чудо, потому что раньше это совершенно было невозможно. Все время мы рисовали его рукой, поддерживали, направляли. Стоило только бросить или отпустить руку, предоставив ему свободу. Он тут же бросал кисточку и шел заниматься там интересующими делами. Рисование его не интересовало. А тут он стал это делать великолепно. Вот так. Еще стал он играть и нас с игрушками. Игрушки он берет, вытаскивает, начинает там складывать крылья, нажимать кнопки. Все это его интересует. Он очень внимательно смотрит, что происходит с игрушкой. Он, значит, там разбирает что-то, там собирает дверцы, открывает все. Это, конечно, занимает немного сейчас времени, там от пяти до семи минут. Но раньше он этого делал, для него игрушек просто вообще не существовало. У нас есть игрушечный, там, айболит или как-то, в общем, с медициной связан. Там игрушечный статоскоп. Мы пробовали с ним играть, там надевали смешные очки, там какие-то, в общем, смешные детские вот эти шприцы. И там статоскопы. Его слушали, там он не проявлял интереса, как мне казалось. И тут я что обнаружила? Ребенок сидит перед компьютером и одевает, и снимает, и вынимает из ушей вот этот статоскоп. То есть он запомнил, выходит, как играть этим статоскопом, что с ним делать. И вот он сидел и вот этими делами занимался, играл. Правда, перед компьютером, но тем не менее. Значит, и что еще и последнее вот хотела то, что у меня тут... Пара галки написано. Значит, мы на одном из последних занятий ребенок выполнил задание, которое раньше самостоятельно он выполнить не мог. Там такое задание, волнистая линия по трафарету, то есть в широкой белой полосе. Нужно было ее, в общем, как бы повторить маркером. И вот ребенок совершенно самостоятельно, без всякой помощи это сделал наконец-то идеально. Он точно так же сейчас самостоятельно берет и выполняет и другие более сложные вот эти вот волнистые линии, более крутые, но у него плохо получается. А вот эту самую простую он сделал. Ему очень понравилось. И мы очень счастливы. И я бы хотела поблагодарить еще раз Давида за ту помощь, которую он нам оказывает. Это просто волшебно. Мы прямо ждем новых результатов. И дай Бог ему здоровья и терпения со всеми нами. Большое спасибо. Благодарю. Низкий поклон. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok